Во вторник в Федеральной информационной системе Единый государственный реестр ЗАГС произошел сбой, в результате чего ульяновские отделения службы не могли принимать и выдавать документы в электронном виде. Эта проблема коснулась не только Ульяновской области, но и всей страны в целом. Информационная система была запущена в регионе с 1 октября прошлого года. Когда регионы докладывали о готовности к вхождению в новую систему, губернаторам нашей области было направлено письмо в адрес руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации, который является оператором данной информационной системы о том, что технически регион готов к вхождению в новую систему. То есть закуплены программно-аппаратные комплексы, пройдено обучение, проведено тестирование, но нагрузочное тестирование, которое проводилось многократно, показало неустойчивость и неработоспособность промышленного контура новой информационной системы. Из сложившейся ситуации сотрудники ЗАГСа выходили различными способами. Где-то принимали документы, чтобы обработать их в электронном виде, когда система вновь заработает. А где-то по старинке документы выдавались и принимались написанные вручную. Сегодня рано утром, ну практически ночью, регионы, где день наступает раньше, Дальний Восток, Якутия, говорили о том, что вроде бы заработала система, но все мы боялись вот той нагрузки, когда центральная часть Российской Федерации тоже подключается и просыпается. Сейчас вот по последней информации, которая приходит мне от отделов ЗАГС, система заработала вначале, сейчас опять встала. По поводу случившегося, председатель правительства Александр Смекалин поручил направить письмо в адрес руководителя Федеральной налоговой службы. Он со своей стороны и до разработчиков довел эту часть. Ведь насколько поставлена задача президента Российской Федерации, мы должны сделать услуги максимально доступными. Конечно. А если, соответственно, разработчики посчитали, что вот есть сеть ЗАГС, которая она вот такая, вот 6 тысяч пользователей в сутки, это вполне достаточно, но это не значит, что эта услуга стала доступной. Это обращение должно касаться и представления услуг ЗАГСа многофункциональными центрами. Правительство опасается, что сеть снова может не выдержать и пойдут сбои. Когда окончательно восстановится система, пока точно сказать нельзя. Жителям Ульяновска перед посещением отделения ЗАГС рекомендуют позвонить по телефону 58 44 60 и узнать, как работает система. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.